Друзья, приветствую! Илья из Челябинска прислал посылку с образцами масла Toneco Deluxe Eco Special Synth 530 среднезольное масло C3 с допуском GM-овским Dex S2. Так, сейчас я вам открою. Чем интересна данное масло? Значит, в данном автомобиле перед ним находился Synthec Platinum, тоже 530 C2-C3. Правда, судя по цвету и по показателям, там еще был старый пакет автоновский. По-моему, февральское масло было. Или апрельское, начало года. Так, вот описание условий эксплуатации. Можете ознакомиться. Данное масло я уже проверял. Проверял его из Volkswagen Tiguan дизельного. Честно говоря, масло достаточно слабо себя показало. Оно ближе, на мой взгляд, к малозольнику, чем к среднезольнику. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Первым делом я сравню свежее от Ильи с эталоном. И далее можно будет уже проверить отработку. Так, в данном масле должно быть ПАО. Смотрите, в свежем, значит, 101% по противоизносным присадкам. Очень близко все, похоже. Гликоля нет. Нитрования ниже, кстати, чем в первом эталоне. Да, там 3, здесь 1,1. Сажа нет. 1,61% кислотная чуть ниже. В эталоне 1,64%. И щелочной чуть выше. В эталоне 4,9%. Здесь 5,3%. Какая-то небольшая разница есть. Но это взаимосвязанные показатели. Одно растет, другое падает. Я обновил, и у меня получилось на обновленном 5, щелочное, а кислотное 1,61. Так, все можно проверять отработку. Это Кобальт Chevrolet 2021 года с 1,5-литровым мотором, 106 сил, объем масляной системы 3,7, общий пробег 17,5 тысяч километров, 7,5 на масле, 342 моточаса при средней скорости 22 км в час. Значит, в отработке 72% противоизносных присадок. Отличный результат для такого пробега. Для 342 моточасов. Ну, мотор новый, видимо, и там расходоваться некуда. Вопрос, гликоль, откуда взялся 2,10? Вот это да, вопрос. Сажа на отличном уровне, 1,01 всего. За такой пробег прекрасно, для городской езды вообще супер. И посмотрите, как масло сопротивляется окислению. 0,9, кислотное выросло на 0,9 за 342 моточаса. Прекрасный результат, хорошо сопротивляется. Но, тем не менее, щелочное подзавалилось 1,4. И воды примерно в 2 раза больше, чем в отработке. Ну, понятно, это городской режим эксплуатации. Скорость низкая. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. По идее, должно быть разжижение. Тем более, что масло использовалось с сентября по декабрь. Ну, давайте посмотрим. Вопрос, конечно, по щелочному. Почему оно так упало сильно? Так, а вот у нас и ответ, по сути. Здесь мы имеем классический перекат. В масле уже начали образовываться нехорошие соединения. Лаки, шламы, всякие шлаки, которые могут залебить вам кольца и доставить кучу неприятностей мотору. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. Следующим этапом покажу вам оценку ресурса. Значит, слева это у нас Синтек, справа Танека. Ссылку на Синтек я могу прикрепить в комментарии на видео, кто не видел. Смотрите, значит, мощенейтрализующие свойства по Синтеку. 9,5 тысяч километров, 329 моточасов. И посмотрите, насколько хуже отработал у Танека. 258 моточасов, 5600. Обалдеть. Явно, да, переката на масло. По нитрованию, смотрите, все очень близко. 478 моточасов и 502 моточаса. Но на Синтеке выше была средняя скорость, соответственно, выше обороты. Вот, видите, да? И как-то график я показывал. Есть прямая зависимость. Чем выше обороты, тем больше оксидов азота и выше нитрования. То есть, здесь прямое подтверждение этому есть. Вот, по вязкости понятно. Здесь уже загущение. И сейчас я покажу, на мой взгляд, причину всего этого. Так, смотрите, значит, Синтек у нас и Танека снизу. Ресурс масла – это разница между щелочным и кислотным. Вторая строчка сверху. Значит, щелочное у Синтека 7,1, а кислотное 1,45. То есть, разница между этими двумя величинами – 5,65. Это и есть ресурс масла. Далее я беру прогноз, который у меня получился. 329 моточасов по моющим нейтрализующим свойствам. И делю на эту разницу – 5,65. Значит, получается, на одну единицу вот этого ресурса расходуется за 58,2 моточаса. То же самое проделываем с Танека. Щелочное – 5, кислотное – 1,61. Получается 3,39. Посмотрите, оцените, насколько меньше ресурс у масла запас. И берем также прогноз и делим на этот запас. И посмотрите, здесь, значит, на одной единице масло отработало на 30% больше. 76,1. То есть, само по себе масло покрепче. Оно меньше сопротивляется окислению, но запас у него значительно меньше. Поэтому вот и такой результат. То есть, здесь вопрос только в том, что, грубо говоря, мало положили туда присадок. Сама по себе база достаточно крепкая. По крайней мере, она крепче. Это подтверждает мой опыт. Масла SPAW примерно на 25-30% меньше окисляются, чем обычные гидрокрекинговые. То есть, не верьте, когда вам говорят, что в два раза они больше ходят. Нет, это все не соответствует действительности. Примерно вот 25, ну, скажем так, от 20 до 30% меньше они окисляются. Соответственно, и пакет присадочный расходуется чуть медленнее. Вы видели в данном примере 58 моточасов на одну единицу или 76 моточасов на одну единицу. Тут получается чуть-чуть меньше, чем 31%. Я посчитал. Вот. Вот такой получился интересный тест. На мой взгляд, интересный. Не знаю, как вам. Пишите, что думаете. Вот. Сравните два масла. Было бы интересно в этом автомобиле также откатать опять Sintech, только на китайском уже пакете. И было бы совсем наглядно и понятно, что и как работает. Благодарю Илью за предоставленные образцы. За поддержку канала. Всех, кто посмотрел данный.